Доброго времени суток! Сегодня хочу рассказать вам про то, как эффективно прокачать нижнюю часть пресса на турнике. С двумя упражнениями, по четыре подхода. Начинаем первое упражнение. Подъем коленей в виси. Займите висячее положение на перекладине. Стопы держите вместе, ноги согнуты в коленях. Напрягите пресс и поднимите колени к груди. Задержитесь ненадолго в верхней точке на некоторое время. Затем опустите ноги в начальное положение. Во избежание травм важно правильно ухватиться за турник. Беремся за перекладину прямым хватом, растая в кисти на ширине плеч. Положение фиксируем большими пальцами снизу. Всего нужно сделать 4 подхода по 15 повторений. Отдых между подходами 10 секунд. Этот комплекс выполняется 3 раза в неделю. Следим за ритмом дыхания. На выдохе поднимаем ноги, синхронно с вдохом опускаем. Избегаем резких движений, раскачиваний тела. Помимо мышц пресса в работу включаются дельтовидные, грудные, плечелучевые и широчайшие мышцы. Нагрузятся бицепс, трицепс, плечевой пояс. Занятия на перекладине позволят получить стальной пресс. Именно на турнике можно оптимально накачать косые мышцы живота и к тому же выравнивается позвоночный столб. При регулярных тренировках, три раза в неделю, результат появится в виде упругого живота, подтянутых боков, ровной осанки. Это уже повод, чтобы включить упражнение для прокачки пресса на турнике в тренировочную программу. Это начальное упражнение. Упрощенный вариант. Затем, когда вы уже дойдете до профессионализма, надо делать упражнение с прямыми ногами. Второе упражнение. Это вращение коленями в висе. Упражнение прорабатывает также нижнюю часть пресса. Выполняется следующим образом. Четыре подхода по 15 повторений. Отдых между подходами. Минута. Начинаем в висячем положении с поднятыми коленями. Сохраняя пресс в напряжении. Опустите колени сначала в правую сторону. Затем поднимите колени. Затем поднимите через левую сторону. Потом наоборот. Это одно повторение. Не позволяйте вашим коленям опускаться вниз. Хорошо прокачивается. Косые мышцы. Прямые. Прям. Это простой вариант. Затем будет усложненный. Когда усложненный будет, это ноги на уголке. И пошел полувер. Почувствуйте работу косых мышц. Не делайте резких движений. Контролируйте плавность подъема и опускания. Упражнение несложное, но не теряйте концентрацию. Особенности этого упражнения. Боковые подъемы на перекладине направлены на проработку косых мышц живота и зоны боков. Отличное упражнение умеренной сложности, которое добавит эффективности в вашей тренировочной программе на турнике. Не выполняйте упражнения на пресс на турнике, если вы совсем начинающий. Чрезмерные нагрузки на слабый кор могут вызвать боли в спине. Укрепляйте хват, если вам тяжело висеть на перекладине. Достаточно регулярно висеть на турнике по 10-15 секунд в нескольки подходов, раз за разом увеличивая время. Также не забывайте выполнять и другие упражнения на пресс. То есть скручивание, планки, подъемы ног. Тренировки должны быть разнообразными. Достаточно тренировать пресс 2-3 раза в неделю по 15-30 минут. На турнике удобнее тренироваться в специальных спортивных перчатках. Ну вот я и показал вам, как качается пресс в двух упражнениях на турнике. Делайте, будет у вас мощный пресс. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. До скорой встречи.